Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Владимир Гольштейн, и сейчас мы начинаем программу Радиоблог с Игорем Цесарским. Игорь у нас уже на связи. Здравствуйте, Игорь! Володя, добрый день, уважаемые радиослушатели! Прежде чем начать передачу, напомню вам о проекте медиагруппы «Континент». Называется он «ТВ Клуб Континент». Это на Ютубе. Так и набираете по-русски «ТВ Клуб Континент». Ну, начался новый сезон у нас. Наступила осень, наступил сентябрь. И, соответственно, мы делаем новые записи. Вы можете послушать недавнюю беседу с выдающимся пианистом, музыкантом Андреем Гавриловым. Ну, может быть, будет вам это интересно, особенно тем, кто увлекается музыкой и классической музыкой. А сегодня у нас в рамках уже программы «Радиоблог на народной волне» наш давний друг, ученый-изобретатель, писатель Яков Рейдин. Он из Сан-Диего, как вы наверняка помните, Яков. Добрый день. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители, кто нас видит. Вот. И это точно. Будем помнить о том, что трансляция идет одновременно. Можно послушать и посмотреть, а можно просто послушать. Это уж как кому. В машине наверняка, кто едет сейчас, нет до просмотров. Надо следить за дорогой. Да, это верно. А если не понравится, даже можно выключить. Даже можно выключить. Это, кстати говоря, иногда некоторые наши слушатели очень нервически как-то воспринимают ну, те или иные темы тех или иных, может быть, гостей, меня самого. Вот. И я вот думаю, зачем же мучиться? Иногда легче выключить радио и послушать приятную музыку. Ну, а тем, кому интересно, просим быть с нами и будем только рады этому. Вот. Ну, на самом деле, мы начнем, может быть, даже не с того, о чем бы хотел я изначально. А зная, что якобы вы вернулись из дальних странствий, ну, я не мог не попросить вас поделиться своими впечатлениями, потому что Европа нас некоторым образом тоже интересует, хоть мы находимся за океаном. Поэтому давайте-ка начнем с того, где вы были и что именно интересного вы видели, и причем из того, что где-то бы зарубить на носу надо и нам здесь. Вы знаете, Игорь, я с женой ежегодно выезжаю в Европу, ну, бывает, конечно, и в другие части света, в Азию или в Южную Америку. Ну, вот только два дня назад, как мы прилетели из Парижа, за три недели, что мы пробыли в Европе, мы посетили Италию, Южную Австрию, Германию и вот были в Париже шесть дней. Европа есть Европа, понимаете, и, как говорится, Париж стоит мессы, как всегда. Но впечатления противоречивые, потому что, когда ты приезжаешь в Европу, ну, у людей более старшего поколения, вроде меня, всегда есть какие-то стереотипы из прошлого. И когда ты приезжаешь, ты ожидаешь увидеть подтверждение своей памяти того, что было, и хочется как бы вернуться в прошлое или, может быть, вернуться в молодость. Но и не всегда это получается. Особенно, ну, все зависит от того, конечно, куда ты приедешь. Ну, а Эфилиова башня стоит на месте? Да. Ну, вот, знаете, мы в Италию заехали всего на пару дней, потому что нам так было удобнее по маршруту. И были мы в местах, которые туристы посещают редко. Это провинция, так называемая Венеция-Фриулия-Джулия. Это самый северо-восток Италии, на границе со Словенией, близко к Хорватии, и, естественно, на границе с Австрией. Там это довольно старая Италия и Австрия, потому что эта часть перед Первой мировой войной была в составе австро-венгерской монархии. И там, конечно, очень сильное влияние немецкого языка. Это очень приятные места. И они, как бы сказать, находятся в стороне от общей тенденции того, что происходит в Европе. Это не главный путь для мигрантов, например. Туда не так просто попасть. И такое же впечатление у нас было, когда мы попали в Южную Австрию. Вот в Южной Австрии это Альпы. Понимаете, это все еще старая Австрия. И там много старых традиций, и впечатления у нас там были в высшей степени положительные. Если вы поедете в Вену, например, мы в Вене были, ну, мы жили одно время в Вене много лет назад, а потом мы часто туда приезжаем. Вена, конечно, меняется очень сильно, потому что она попала под общую тенденцию вот этого приема мигрантов, которые, с моей точки зрения, действуют на Европу удушающе. А потом из Южной Африки, из Южной Австрии, мы поехали в Германию, и даже, как говорится, вы будете смеяться, но мы решили посетить дачу Гитлера. Это Берхесгаден в Южной Баварии. Гитлер, несмотря на то, что он был негодяй, видимо, вкус у него был неплохой, все-таки он был какой-никакой художник, и поэтому дачу себе он выбрал довольно в приятном месте, не просто в приятном, а потрясающе красивом. И это тоже старая Германия, хотя немцы, вот что меня немножко даже удивило, они панически избегают произносить слово Гитлер. Все-таки это дача Гитлера, место, где он проводил довольно много времени. В кинохронике вы часто можете видеть Берхесгаден. Это не саму деревушку Берхесгаден, а вот сама дача, которая расположена высоко в горах, называется Орлиное гнездо. И там, например, имя Гитлера не упоминается нигде абсолютно никак. А как они преподносят это? Они просто говорят, что вот это место, которое принадлежало в прошлом нацистской партии, и туда приезжали высокопоставленные, отдыхали участники и руководители Третьего рейха. В стороне, где-то в деревушке, есть музеечек, где это все представлено. Но в самой деревушке, если вот вы не знаете, вы понятия не имеете, что это место, где отдыхал Гитлер. Это просто вот красивое место и больше ничего. Орлиное гнездо. И вот малограмотные туристы, которых, кстати, почему-то большинство из Китая. Им это неизвестно. Я просто даже не уверен, они знают такое слово, как Гитлер. Понимаете? Это им совершенно неизвестно. Ну, оттуда мы на машине поехали в Мюнхен. И вот тут, конечно, шок был немалый. Потому что у меня, когда я приехал в Мюнхен, ну, мы сняли гостиницу прямо в центре города, было такое ощущение, что я попал не то в Бейрут, не то в Афганистан куда-то. То есть невероятно высокий процент мужчин и женщин мусульманского происхождения в хаджибах. И они совершенно, видимо, не желают ассимилироваться. То есть они приезжают туда, и они считают, что вот Бермания – это их новый дом. И она их должна принимать такими, какие они есть. Самое, конечно, обидное, Игорь, это то, что немцы, многие немцы разделяют такой подход. Я долго не мог понять этот странный феномен, почему вдруг немцы стали такими большими любителями. Ну, как в свое время, много лет назад, примерно лет 150 назад, Плеханов сказал, чтобы выпрямить кривую палку, ее нужно перегнуть в другую сторону. Вот у немцев есть, видимо, чувство вины перед евреями о том, что как они нехорошо вели свою национальную политику. И теперь они считают, что исправить можно таким образом, что любые другие нации нужно воспринимать и принимать с распростертыми объятиями. Интересную афишу я видел на одном театре. Даже не афишу, вернее, а такой большущий плакат висел, где написано, мы не хотим жить в Германии, в которой нету евреев, нету мусульман, нету иностранцев, нету гомосексуалистов, нету лесбианок и прочее, то есть они такое впечатление, что они вообще хотят свою страну, у которой была национальная традиция, многое нам там не нравится, но тем не менее это была великая германская культура, понимаете, они ее хотят, в общем-то, превратить вот в такую миску с салатом и уничтожить все, что было, а это, безусловно, будет уничтожено. Пока что, ну, к счастью, я лично до этого не доживу, надеюсь, вы это бросьте, доживете, увидите много чего еще интересного, кстати, вот я рассказывал вам до того, как, но я вот напомню, радиослушатели-то этого не слышали, нашего разговора, мой друг Саша Фитц рассказывал, который прекрасный писатель, журналист, живет в Мюнхене, вот, и как-то тоже иногда из дома-то выходит и видит, что там происходит в том же центре города и так далее, и вот он рассказывал, в частности, вот когда вы про Гитлера начали, про его, да, что так сказать, он, Гитлером непроизносимо, но оказывается, там сейчас много чего непроизносимого есть, и в частности, там нельзя сказать, ну, обозначить как-то людей цыганской национальности, то есть, сказать цыган или рома, это категорически сейчас неприемлемо, и их, как он мне рассказывал недавно, называют мобильной этнической группой, вот так, много, не мало, это вообще потрясно, ну, то есть, мы знаем, что у нас здесь тоже много чего в эту сторону делается, то есть, мы не отстаем от Европы, уж я, безусловно, у нас здесь, в Соединенных Штатах, тоже обожают придумывать разные названия, чтобы никого не обидеть, дурак, например, называется человек с умственными затруднениями, а вот жулик называется человек с моральными затруднениями, и вроде не обидно, и звучит красиво, вроде вот как мобильная группа, как вы сказали. Мы к этому перейдем, если у вас есть еще что-то по Европе, помимо вот этого позитива, и не очень такого позитивного в Мюнхене, то давайте, да скажите, а так мы перейдем вот как раз на эвфемизмы и прочие вещи интересные. Ну, буквально два слова я упомяну про Францию. Мне, когда я поехал в Париж, а у меня было такое ощущение, что я еду прощаться с Парижем, потому что я слышал много очень негативных высказываний, что происходит во Франции, как Франция умирает, и действительно, там огромный процент мусульман, если мне не изменяет память, около 10% сейчас живут во Франции, но они живут очень неравномерно, в Париже их намного больше. Ну, вот, если вы попадете где-то в район вокзалов, например, мы приехали в Гардиноур, оттуда поехали, пошли в Гардио-де-Лес, там просто что-то невероятное, то есть, там белого лица вы не увидите, и все ходят в этих, в хаджи, в хаджибах, с гаремами, все как положено. Вот. Но, к счастью, центр Парижа, если вы будете в районе, скажем, Елисейских полей, или Ривали, Лувр, это еще старый Париж. Хотя, как я говорил, в Париже начисто исчез шарм. Париж стал многонациональным городом, многокультурным, ну, это как весь мир стал таким. Но, к счастью, если вы хотите поехать в Париж, то в центре города вы еще не разочаруетесь. Ну, ладно. А желтые жилеты вам там встретились? Вот мне, к счастью, не встретились. К счастью, большую счастью. Да. Понятно. Ну, хорошо. Значит, вот так голопом по Европам мы немножко пошагали с вами. Ну, впечатление понятно, они лишний раз подтверждают, что взгляд человека, который, в общем-то, живет на другом конце земного шара, вроде как, но прибывая туда, и тем более места связанные, многим, да, вот с вашей биографией и так далее. То есть, через Вену вы приезжали, это был перевалочный пункт и прочее. И вот нынешние впечатления, с одной стороны, да, стоит та самая башня, ну, к сожалению, вот с знаменитым Парижским собором похуже, но тем не менее, слава богу, он тоже пока еще стоит. То есть, после всех, вы были, кстати, там? Вы имеете в виду около Нотр-Дама? Да. Около Нотр-Дама, да. Впечатление, конечно, жуткое на Нотр-Дам выглядит. Там все отгорожено, столпы туристов фотографируют, вот, но это, понимаете, как, это мы не знаем, что там произошло. Такая штука, которая не горела в средние века, в средние века, когда горело все, а этот не горел. И в наше время, когда при всей пожарной защите и прочее, он сгорел, не так просто. И так у меня такое впечатление, что французы что-то скрывают. Они, видимо, знают, что произошло, что случилось, но чтобы не раздражать определенные этнические группы, они держат рот закрытым. Мы с вами, кстати, об этом говорили как-то вот в этой же программе. Помните? Было? Да, конечно, да. Посвященное как раз этой теме. Ну, бог с ними, я думаю, те же китайские туристы щелкают своими фотоаппаратами и телефонами им, что до того было, что сейчас. Вроде, вроде все, все едино. Они любят пойти толку и пощелкать и по ходу кого-то толкнуть. Но не будем, а то нас быстренько еще запишут в Китае фобы и так далее. То есть, это нехорошо. Мы всех любим. Мы всех любим, но хотя вот такая штука произошла. Все-таки, говоря о Европе, мы часто упоминаем представителей лучших и разных других, живущих там. И вот, в частности, у меня буквально днями случилась довольно любопытная штука. Я небольшой сделал пост в Фейсбуке относительно девочки 16-летней по имени Грета, которая вот стала такой европейской звездой едва ли не первой величины. Девочка, на самом деле, не сильно здоровая. Там есть у нее разные медицинские показания. Вот. Но дело в том, что она в 15 лет решила бороться за будущее планеты, то есть, против компаний, которые ее загрязняют, вот, озаботилась климатом и вышла в одиночный сначала пикет. Это благополучно заметили, как вы понимаете, СМИ с определенным уклоном в левую сторону, раздули до небес, эту девочку стали таскать по всевозможным форумам и так далее. И она уверенно излагает вот эту свою теорию. Плюс там уже она и маму с папой выстроила, которые теперь не едят ничего и не носят ничего того, что вызывает у нее неприязнь. И более того, значит, тут уже подали заявку на присуждение Нобелевской премии, несомненно, и ей устроили поездку, в том числе в наши края. Какую? Она летать самолетами отказывается, потому что это плохо, но ей сделали трансанпластическую, она пересекла по морю, океану это расстояние, прибыла в Нью-Йорк, ее встречали восторженные толпы поклонников, можно было за 100 баксов сделать с ней какую-то фотографию и так далее. В общем, все прекрасно, но плохо одно, что за этой девочкой, которую надо лечить, по сути, стоят очень нехорошие дяденьки и тетеньки. Вот. И я хочу сказать, что, конечно, вот некая моя реакция, я ее сравнил с госпожой Вангой, но та была слепа, не публично, а эта, слава богу, зряча, но публично. Вот разница. А Вангует она, конечно, лихо. И вот во что превращается, вы как все-таки человек, как ученый, изобретатель, вам близко то, что делают люди науки, но когда человек-недоучка, который бросил школу радиоактивизма, это излагает, вот как вы думаете, что это такое? Ну как, это во все времена нужно было, люди использовали других людей для того, чтобы добиться своей цели. Вы же помните, в религиозных, в религиозные времена была девочка, которая была в Лурде, она видела Мадонну, и это привело к тому, что церковники очень сильно наживали, нагрели на этом деле руки. Вот такие святые люди, особенно для этого дела хорошо подходят не очень психически здоровые люди, их очень легко использовать, манипулировать, с одной стороны, с другой стороны, они вызывают жалость, и людям хочется как-то быть добрее к этим людям, никто не хочет с ними спорить, и это удобный, как говорится, такой механизм для того, чтобы продвигать свои идеи. Это бесчестная и некрасивая политика, и даже не важно, что эта девочка продвигает и пропагандирует, но важно, что за ее спиной стоят очень мощные силы, и я давно пытался понять, в общем-то, а что происходит, почему такое безумие вот с этой конкретной проблемой, которая называется global warming, то есть всемирное потепление, вот если вы не возражаете, можно на эту тему немножко сейчас поговорить. у нас есть до перерыва несколько минут, а потом мы можем продолжить уже и во второй части тоже. Вы понимаете, в процессе своей изобретательской деятельности я довольно много занимался температурой, и не только температурой тела человека, но и температурой окружающей среды и так далее, и я кое-что в этом деле понял и узнал, и вот то, что сейчас происходит, это идет разговор о том, что будто бы наша планета сильно теплеет. Но если взглянуть исторически, что происходило с нашей планетой, ну за последние, ну скажем так, приблизительно четыре тысячи лет, то мы увидим, что были очень сильные потепления и были очень сильные похолодания. Например, самое сильное известное потепление, которое было намного-много жарче, чем сегодня мы имеем, это произошло в 1100 году до новой эры, как раз в то время, когда Моисей выводил евреев из Египта. И вот такие потепления глобальные, они приводят к массовым изменениям не только климата, но возникают различные болезни, возникают катаклизмы, возникают наводнения. Вы же помните 10 казней египетских, там саранча налетала, там возникали эпидемии, все умирали младенцы, там были большие наводнения, потопы, дожди, был великий потоп. Это все было связано с этим гигантским потеплением 1100 лет до новой эры. А потом вдруг наступило похолодание и примерно в 2050 году до новой эры было резко похолодало, а потом опять стало теплеть. А из-за чего все это происходит? Значит, вот вы можете себе природу представить как две чашки весов. На одну поступает энергия на Землю и поступает на только от Солнца через радиацию и больше ни от чего. А на другую чашу весов мы положим то, что Земля теряет в космос тоже через радиацию. И вот какой-то идеальный баланс, когда эти две чашки уравновешены и вот это идеальный климат. Наверное, вот в Сан-Диего у нас здесь такой идеальный климат, у нас и не холодно, и не жарко, и все замечательно. Но вообще в целом по планете что мы видим? Мы видим, что иногда эта чаша колеблется то в одну, то в другую сторону. И самый большой вклад в то, как энергия уходит с земного шара, вкладывает конечно вот эта пленка, которая окружает нашу планету, это атмосфера. И если она загрязнена атмосферой, то через нее из земли меньше уходит тепла и наступает так называемый парниковый эффект. И вот эти все борцы с глобальным потеплением, они как раз против того, чтобы в атмосферу не выбрасывать углекислый газ, чтобы не выбрасывать метан и так далее. Вот эти коровы они пукают и от них выходит метан. И вот этот метан он действительно не пропускает тепло. Но это с моей точки зрения это мелочь, потому что есть еще и другая чашка весов, это то, что приходит на землю, а приходит это все от солнца. И от солнца вот наша планета она крутится, понимаете? И она не только крутится вокруг своей осени, она еще крутится по эльбусу вокруг солнца ходит таким образом. И если люди технические, то они, конечно, знают про так называемый гироскопический эффект. А вот гироскоп это когда какой-то предмет крутится и если его начать двигать, а наша земля двигается вокруг солнца, то возникает так называемый эффект прецессии. То есть ось начинает колебаться влево-вправо. И вот этот угол наклона земли, благодаря которому мы имеем наши сезоны, наши времена года, этот угол он не постоянный, он меняется из-за этой прецессии, из-за вращения земли. Он то меньше, то больше. И когда он больше, лето становится жарким, потому что больше радиации от солнца, а зима становится холоднее, меньше радиации и так далее. И вот это процессы происходят. Совершенно огромное количество энергии выкидывают подводные вулканы и источники тепла из земного шара. И вот океан греется. И вот это влияет очень сильно на погоду. Понимаете? Эти же люди, которых манипулирует этой несчастной больной девочкой, они пытаются свалить все на деятельность человека. И как говорится, давайте назад в пещеры. у нас сейчас должна быть пауза, но я чувствую, что по вашим словам я одну такую уловил вещь, что оказии нашей, которая Кортес, пора бы и с солнцем начать борьбу серьезную. Расстрелять! Да, хорошо, давайте мы с вами отдохнем несколько минут и отдохнут наши радиослушатели, а точнее послушают важные рекламные объявления, а потом мы вернемся и продолжим. Хорошо. Так, Володя, запускай. Ну что ж, друзья, мы продолжаем программу радиоблог с Игорем Цесарским. Игорь, добро пожаловать, прошу. Алло, мы вас слышим, пожалуйста. Да, у меня что-то прерывается. Хорошо. Итак, напоминаю, что радиоблог Игорь Цесарский микрофона и мой собеседник из Сан-Диего, ученый-изобретатель, писатель Яков Рейдин. Яков, еще раз добрый день и мы наверно продолжим говорить. Если кто-то из наших радиослушателей захочет подключиться к нашему разговору, то попросим, пожалуйста, телефон, Володя может напомнить. Да, телефон прямого эфира 847-400-5200. Пожалуйста, можно звонить. Да, ну, хорошо. Мы остановились на том, что в общем-то изменение климата это отнюдь не дело рукотворное, да, то есть там куда более серьезные факторы имеются. Да, естественно. Вулкан, например, когда извергается, он создает такую как бы пленку темную вокруг земного шара и свет от солнца проходит меньше, наступает похолодание. Потом, когда это рассеивается, то начинается потепление. Вы знаете, например, что за последние приблизительно 4,5 тысячи лет было 78 от вот таких колебаний резких, от потепления до похолодания, потепления до похолодания. Но только за последние 45 лет было две такие большие волны. Было очень сильное похолодание, кстати сказать, всего лишь 10 лет назад, потому что были извержения вулканов, и они создавали вот такую защитную пленку из мелких кристаллов, которые не пропускали свет. А потом солнечная активность начинает меняться. Вы, наверное, заметили, Игорь, что стало очень много землетрясений в последние приблизительно 8-10 лет. И что значит землетрясение? Это значит активность земной коры происходит, и не только на суше, а море-то у нас, моря занимает куда большую часть поверхности земного шара, и вот там как раз под водой происходит извержение вулканов, которые нагревают воду, и верхний слой океана, он перемешивается и переносит массу тепла в атмосферу, и вот это создает очень большое потепление. Поэтому, с моей точки зрения, активность человека это не самый главный фактор. Но люди на этом греют руки очень сильно и пытаются сдвинуть нас. Больше всего возмущает вот именно появление когда такой девочки, это же не случайное. дело в том, что действительно на этих теориях строятся большие капиталы, но и делается большая политика. Вот это самая большая в данном случае проблема, потому что если бы это никак не касалось политической какой-то жизни и тех моментов, которые есть, то тогда бы наверное что-то было бы иначе. У нас есть звонок, попробуем принять и ответить. На вопрос есть, таковы есть. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. У нас в Советском Союзе, когда мы жили, там во всех городах были инфекционные больницы как для взрослых, так и для детей. Все они были переполнены, поскольку во все время там возникали очаги инфекционных заболеваний. А вот у нас в Соединенных Штатах этих специальных больниц инфекционных не существует и я думаю, что это было создано, возникло вследствие применения пластика в нашу жизнь, потому что сейчас тут применяются одноразовые шприцы и так далее, и мы пользуемся посудой, и как-то это нас оградило от всех этих инфекционных заболеваний. А вот в последнее время наши левые товарищи кроме глобального потепления ведут активную борьбу и с пластиком. Как вы думаете, это же в чем это закончится в конечном итоге? Спасибо. Спасибо вам за вопрос очень интересный. Нек. Ну, на самом деле загрязнение это очень серьезный серьезный фактор. И многие пластики действительно очень медленно разлагаются. Но вот, например, если вы возьмете полиэтилен, это невероятно устойчивое вещество, которое очень трудно разрушить, и оно может существовать столетиями, даже тысячелетиями, и загрязнять почву, и загрязнять Всемирный океан. Это безусловно серьезная проблема. И эта проблема, я бы сказал, не политическая. Это проблема действительно выживания. Поэтому я всецело за то, чтобы люди занимались разумным то, что называется ресайклинг. И вот опять же, кстати сказать, я был в Европе, я обратил внимание на то, как там к этому серьезно подходят. Там не только разделяют мусор, скажем, на просто мусор, который может перегнить, и мусор на то, что называется ресайкл, как мы говорим в Америке, но там очень тонкое разделение. Там иногда 5-6 мусорных ящиков. Один для одного для пластика, второй для бумаги, третий для бутылок белого стекла, четвертый для бутылок зеленого стекла. То есть люди там относятся к этому серьезно. И я вполне разделяю мнение о том, что это очень важно. Ну, да, особенно когда картины в океане совершенно страшные, плавающих целых островов из вот этого всего мусора, то, конечно, здесь нельзя отмахнуться и сказать, а плевать все это. На самом деле, если, так сказать, смотреть с точки зрения планеты, то, конечно, планета это все переварить не имеет значения, что. Но на это могут уйти тысячи лет. У нас с вами нет тысячи лет, поэтому нам нужно, так сказать, смотреть в более короткие промежутки времени. И вот тут надо себя ограничивать. Но, опять же, нужно все подходить разумно. Невозможно нам отказаться и от пластика, и от металлов, и от всего, и уйти в каменный век. Я не знаю, вы слышали ли наши радиослушатели или нет про недавнее выступление одного шведского, так сказать, ученого по фамилии Содерлунд. Этот Содерлунд сказал, что вообще у людей очень много предубеждений. И вот люди, например, в отношении еды. Вот мы, например, кушаем кто к чему привыкли. Мы любим говядину, рыбу, свинину, а почему-то мы мало едим насекомых. Почему, например, не кушать тараканов? Тараканы очень полезны, это еда. Или, например, почему мы не едим других людей, умерших людей? Мы закапываем мертвых наших на кладбищах, а ведь их можно съесть, и там есть у них и белок, и минералы разные. То есть надо нам отказаться от этого, понимаете? И превратиться вообще в первобытного человека. Поэтому, знаете, когда имеешь дело с идиотами, то очень трудно спорить с ними, потому что, ну, нельзя же переходить на идиотский язык. Яков, у меня есть такое ощущение, что Бакаса с того света ему привет передавал большой и горячий. Ну, это, вот, кстати говоря, вот, это звучит вроде бы абсурдистски, но у левой аудитории это становится предметом для дискуссии там и для каких-то мнений и так далее. То есть, когда люди просто не могут по сути принести ту самую рубаху, спрятать его подальше и пусть он там ходит по палатам там средь таких же и излагает свои вот эти идеи сумасшедшие. Да, ну, как я уже сказал, это вопрос уже клинический и с дураками очень трудно разговаривать. Проблема еще заключается в том, что вот эти люди, которые манипулируют общественным сознанием, они используют статистику очень часто, а статистика это такая нехорошая вещь, вернее, хорошая вещь, но ей можно доказать и опровергнуть все, что угодно. Вы знаете, я вспоминаю много лет назад, я работал еще в Советском Союзе в одном медицинском научно-исследовательском институте, и там один доктор пытался защитить, он не защитил, пытался защитить диссертацию, где он доказывал, что уровень холестерола в крови человека напрямую связан с употреблением мыла, значит, что вот чем меньше человек моется, тем у него ниже уровень холестерола, и значит, он доказывал статистически, он показывал, смотрите, во время войны, Второй мировой войны, потребление мыла резко упало, но в то же время упало и уровень холестерола в крови, это значит, что холестерол зависит вот от уровня мыла, то есть он связал вещи, которые на самом деле были факторами совсем другой причины, потому что была война, не было еды, и естественно, так сказать, влияло на холестерол. Есть такие же шутки с огурцами, там, с чем угодно, но когда две какие-то связаны, две эти сравнивают, ну, в общем-то, не зря Марк Твен хорошо сказал о статистике, мы всегда помним, особенно, когда и в политической сфере употребляют всевозможные рейтинги и так далее, я тут же вспоминаю незабвенного, потому что, когда он говорил про ложь, большую ложь, и статистику, как уже венец этого всего, есть же на эту тему масса, кстати, вот эта диссертация, она мне очень напомнила другую шутку, это уже шутка, это уже анекдот, про то, что один ученый пытался доказать, что орган слуха у тараканов расположен на ногах, потому что мы ставим таракана на стол, стукаем рукой, и таракан бежит, значит, слышит, потом мы ему отрываем ноги, стукаем, он не бежит, значит, не слышит, понимаете, ну, примерно на том же самом уровне действуют вот эти пропоненты или борцы со всеобщим глобальным потеплением, вот, ну, вот встает все-таки вопрос, до такой поры вот эти манипуляции, есть ли какой-то вот предел, есть ли та граница, вот уже за которую просто если перейдя, ну, общество, здоровое общество скажет, ну, ребята, ну, все, это уже конец разговорам, давайте о чем-то более существенном, реальном, если вы действительно хотите спасать планету, кстати, меня вот, когда эту девочку упомянуло, обвинили в том, что, а, мол, тебе-то ты уже из того поколения старшего, там, сколько тебе осталось, а вот ребенок волнуется, ей же сколько жить еще, то есть практически получилась такая вещь, что, ну, меня в неком пофигизме, что я уже свое пожил, и ладно, мне наплевать, ну, на то, что будет дальше, а у ребенка я прошу прощения, у нас звонки есть, звонки есть, ну, хорошо, попробуем принять, слушаем вас, слушаем вас в эфире, Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос нашему уважаемому гостю. Пожалуйста. Вот я недавно пришла, ну, ходит сейчас по интернету, якобы, маленькая, такая, совершенно коротенькая статья Нескоп-Запад Городницкого. Там тоже говорится о прецессии, я читала длинные его статьи, и мне хотелось бы именно такую вот коротенькую послать там своей дочке, которая, конечно, там против глобального противления и так далее. И я хочу просто узнать, может быть, он читал это, или это просто выдержки из длинной серьезной статьи Городницкого. Вообще, что вы можете перекомендовать такого не очень длинного, потому что, знаете, молодежь, она не очень-то это все будет читать, а в то же время мне хочется немножко мозги прояснить. Это первое. И второе, ведь вся статистика, вот когда выступают там даже по Дэвитсу на радио, неважно кто, они говорят, статистика показывает, ученые, большинство ученых говорит, а мне так и хочется сказать, а большинство из каких, которые сидят на грантах от демократов, вот они говорят, понимаете, это же все от этого зависит, правда? Да, это совершенно замечательный вопрос вы задали, ну, вернее, два вопроса. Давайте я вам попытаюсь высказать свое мнение, сначала по первому. Ну, я с глубоким уважением отношусь к Александру Масеевичу Городницкому, это чудесный человек и умный, и все, но я действительно читал его статьи по поводу вот изменения климата. У меня такое впечатление, что он подходит к этому однобоко, и я во многом не согласен с ним, и я считаю, что, вы понимаете, ученые очень часто находятся в плену своей узкой специальности, и требуется, ну, не то чтобы дилетант, но требуется человек менее погруженную в узкую проблему, для того, чтобы разобраться и понять, и увидеть более широкую, более полную картину. Вот Городницкий, к сожалению, с моей точки зрения, полную картину не видит, и поэтому он смотрит на вещи довольно мрачно. Второй ваш вопрос очень хороший, потому что вы упомянули гранты. Так вот эти многие ученые, они действуют по принципу, что кто платит, тот и заказывают музыку. Они сидят на государственных грантах, и вот эти гранты дает им правительство, а в правительстве сидят чиновники, которые распределяют гранты в зависимости от своих политических взглядов. Естественно, все это отрицают, говорят, нет, 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 мы совершенно беспристрастные, но тем не менее чиновникам хочется чиновничать, им хочется управлять, им хочется вводить ограничения, и поэтому тот ученый, который будет высказываться, что никакого глобального потепления, нет, вернее, глобальное потепление есть, но оно не зависит от активности человека, или зависит очень мало, он гранта не получит и помрет с голоду, поэтому этот ученый денег не получает, а получают те продажные души, может быть, их трудно тоже обвинять, кушать-то хочется, поэтому они вот, значит, подгоняют все под социальный заказ, поэтому я не очень-то верю вот таким глобальным заявлениям крупных ученых, нобелевским лауреатам и так далее, и так далее, надо немножко думать своей головой, к сожалению, думать не всем получается, но что же делать, мы живем, к сожалению, в несовершенном мире. Кстати говоря, вот с Нобелем я не удивился бы, что девочки дали его, бы, может еще и придет время, но Элу Гору дали, потом то, что господин Кругман имеет то же самое, но Нобелевскую премию, но пишет совершенно порой безумные колонки в Нью-Йорк Таймс, это как бы ни о чем не говорит, то есть звание званием, а проблема... Да, безусловно, да, ну, и Нобелевскую премию получил, и Арафат получил, и Обама получил, да, и вот вы упомянули город, других достойных людей, да, ну, Нобелевская премия, к сожалению, стала уже служанкой либеральных слоев, так что бог с ней, с Нобелевской придет. Ну, у нас звоночек, может, еще попробуем принять, несколько минут, есть, добрый день, слушаем вас. Алло? Да. Да, извините, пожалуйста, это опять я звоню. я забыла один вопрос задать вам. Вот сейчас обсуждается очень часто параллельно, что земля теряет как бы свои лёхи и леса, и вот то, что вырубаются леса Китаем на Дальнем Сибири, в России, и то, что происходит в Бразилии, это как бы всё вместе вот так, в общем, относится к тоже глобальному потеплению, похолоданию, изменению климата, скажем так, или как-то это можно это разделять, потому что вроде бы всё, что вот о дыхании нашей Земли, это, как говорится, действительно, ну, по-моему, это не имеет отношения к тому, о чём вы говорили, правильно? Ну, понятно, спасибо, спасибо, мы поняли, Яков, пожалуйста. Да, значит, ну, безусловно, кислород, которым мы дышим, приходит от зелёных листьев, и если вырубить все леса и уничтожить всю растительность на земном шаре, то нам просто не о чём будет дышать, это, безусловно, фактор. Куда более серьёзный, серьёзный фактор это то, что происходит сегодня, когда горят огромные просторы Сибири, и горит большие пожары в Южной Америке, в Бразилии, в частности, то происходит выброс, вот как раз углекислого газа, который во много раз превышает то, что выбрасывает человеческая активность, и кроме, это с одной стороны, то есть, это приводит к парниковому эффекту и потеплению, но с другой стороны, это создаёт плёнку копоти вокруг земного шара, что приводит к похолоданию, то есть, природа начинает сама себя регулировать, но я не являюсь таким большим противником вот вырубания лесов, потому что, когда леса вырубают, всё же насаживают новые леса, я не говорю, речь же не идёт о абсолютно варварском уничтожении тайги, например, и в этом месте ничего больше расти не будет, пройдёт 10-20 лет вырастет, пойдёт новая поросель, они же не отравляют землю, всегда есть новые побеги и всегда вырастут новые деревья, то есть, произойдёт саморегулирование и природа сама себя восстановит, то есть, катастрофы здесь нету, хотя кратковременные изменения и влияние на климат какие-то небольшие могут происходить. Хорошо, Володя, есть звонки ещё, потому что времени совсем немного. Ещё один звонок у нас есть, давайте примем. Слушаем вас. Добрый день, интересные передачи, вы знаете, я вот сейчас послушал, женщина там обращает внимание, лиса, да, это всё мелочи, она, наверное, не знает или в школе плохо училась, что наша планета приближает Луну раз в 20 лет на 7 тысяч километров ближе, она 364, а раз в 20 лет на 7 тысяч ближе, это раз. И для того, чтобы происходили огромные изменения, на нашей планете сильно влияют температура Солнца, а это в свою очередь как раз и приводит. А почему температура меняется на нашей планете? Да, конечно же, в космосе, наверное, летают ещё такие, как астероиды, как 73 года раз она мимо нас проходит. всё это от физики зависит. На солнце вспышки происходят 3-5 лет одни, а потом через 15-20 лет более серьёзные вспышки. Я прошу прощения, у нас минута до конца эфира, если у вас есть вопрос. Пожалуйста, уважаемые граждане, ну чуть-чуть хотя бы нужно вспомнить Пушкина, что все мы учились понемножку, чему-нибудь и как-нибудь, чем будем грамотнее. Спасибо, мы поняли вашу будем учиться и призывать к этому других. Ну, Яков, у нас буквально минутка, давайте резюмировать. Резюмировать? Вы знаете, я всегда вспоминаю определение оптимиста и пессимиста. Пессимист считает, что сейчас так плохо, что хуже некуда, а оптимист верит, что может быть ещё хуже. Поэтому я оптимист в каком-то смысле. я считаю, что природа сама себя регулирует, но может быть и люди сами себя отрегулируют. Я понимаю, то есть давайте успокоим совместно вот эту несчастную девочку по имени Грета и всех тех, кто ей симпатизирует, то не волнуйтесь, в общем-то мы надеемся, что здоровье планеты сохранится и без усилий вот таких активистов. Ну, и спасибо в итоге, кто был с нами, спасибо вам, Яков, за интересный разговор и до новых встреч. Будьте здоровы все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok